В эфире телеканала АЭС. Новости сейчас в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Синоптике прогнозируют дождливую неделю с грозами, градом и усилением ветра, а МЧС предупреждает о резком повышении уровня воды в реках на метр-полтора. В ряде населенных пунктов Нижнеудинского и Черемховского районов действует режим повышенной готовности. Из детского оздоровительного лагеря «Заря», находящегося в трех километрах от Нижнеудинска, заблаговременно эвакуировали 419 человек, в числе которых 351 ребенок. В Черемховский район направлена группировка спасателей в составе 10 человек, на вооружении которых находятся два плавсредства. В готовности вертолет Ми-8 и аэромобильная группировка, которые будут задействованы в случае ухудшения оперативной обстановки. Ямы и настоящие дождевые реки. Такая ситуация на дорогах в Шелихове после прошедшего дождя. Это видео с улицы Панжина на пересечении Смира нам прислали очевидцы. Сообщают, что такая картина не только на этом участке дороги. Проехать по многим центральным, магистральным и дворовым проездам в городе Металлургов после дождя бывает проблематично. Большие лужи, которые появляются из-за отсутствия ливневки, скрывают ямы. Подвеска автомобилей приходит в негодность. Если вы столкнулись с подобной проблемой или хотите сообщить нам другую интересную новость, звоните по телефону нашей редакции 33-44-02. 23 года и 16,5 лет колонии строгого режима получили молодые люди за жестокое убийство семьи в поселке Усть-Ордынском. Иркутский областной суд признал их виновными. В ходе расследования уголовного дела проведено около 20 различных судебных экспертиз. Какое именно преступление? Убийство. Кого убийство? Толстская миссия. Ани, Ангел. В апреле прошлого года 20-летний житель Усть-Ордынского округа решил из ревности убить бывшую супругу и всех членов ее семьи. За помощью он обратился к своему давнему знакомому. Рано утром подельники проникли в жилой дом предполагаемых жертв. Молодые люди, вооружившись ножом, топором и ножницами, стали цинично совершать преступления, поочередно убивая членов семьи. В результате 65-летний мужчина и 32-летняя женщина скончались от полученных травм на месте. А девушки с ребенком и ее отцу нанесли множественные раны, но все трое выжили. Перед судом предстанет и сантехник, по вине которого погибла пожилая пара в Ангарске. Напомним, из-за некачественного ремонта чугунной батареи кипяток хлынул в квартире пенсионеров. Это произошло в феврале 2018 года. Пожилой мужчина пытался устранить поломку, но у него ничего не вышло. Спасательные службы смогли проникнуть в квартиру через окно, когда все обитатели были уже мертвы. Установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы, что смерть жильцов наступила именно от термического ожога вследствие воздействия горячей воды. В настоящее время данное уголовное дело направлено в суд. Тут санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Трагедия произошла через полгода после установки злополучной батареи. Коммунальщики советуют в случае аварии сразу вызывать специалистов и не пытаться устранить поломку самостоятельно. Сегодня в Иркутске сожгли две тонны суданской травы. Само растение полезно, но вот его спутник, опасный вредитель, может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству. О том, как боролись с сорняком, расскажет Александр Гаврилов. Горит синим пламенем. Суданская трава разновидность злаковых культур считается кормовым растением. Произрастает на севере и востоке Африки, в Индии, Южной и Северной Америке и Австралии. Есть поля, зарастающие этой травой и в европейской части России, откуда она и приехала в Иркутскую область. Чаще всего суданскую траву используют как кормовую, но бывает, что она заражена вредителями, зернами повелики. Это опасно для домашних животных, которые могут даже умереть, съев опасное растение. Из сорока тонн, которые привезли в Иркутск, пять необходимо уничтожить. Сегодня сожгли две. В мае месяце нашим управлением было установлено ввоз партии суданской травы, которая используется на кормовые цели. Наиболее эффективным методом, конечно же, является уничтожение. И вот собственник во исполнение выданного нами предписания производит уничтожение зараженной под карантинной продукции. Траву проверили в лаборатории. Оказалось, африканское растение не целиком пострадало от сорняка. На территории региона повелика распространена в четырех районах. Иркутском, Усольском, Тайшетском и Осинском. Этот вид сорняка не требователен к теплу. Сибирские условия подходят повелике круглый год. Для сельского хозяйства это критично, ведь могут пострадать поля фермеров. К счастью, повелика не так часто попадает на поля Иркутской области. Засорение суданской травы повеликой не характерно, так как повелика – это растение-паразит, которое не имеет ни корней, ни листьев, а питается соком растения хозяина. То есть присасываясь к растению хозяина специальными выростами – гаусториями. Подобные исследования продолжаются и на других растениях. В случае обнаружения паразитов специалисты их также уничтожат. Александр Гаврилов, Александр Волков. Новости сейчас. Ребенка, которого нашли в подъезде Тайшета, не подкидывали. Это удалось выяснить правоохранителям. Напомним, накануне в дежурную часть МВД России по Тайшетскому району поступило заявление о том, что в одном из домов на улице Свободы обнаружена двухмесячная девочка. Позвонившая женщина сообщила, что неизвестные подбросили к ее дверям младенца. Как выяснили полицейские, женщина сама взяла ребенка у подруги, чтобы помочь, но не справилась и позвонила в полицию и медикам. Удалось также установить местонахождение матери девочки. Она несколько дней отдыхала в Иркутске. Сейчас она в Тайшете и дает показания сотрудникам полиции. В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних проводится всесторонняя проверка. В отношении матери двухмесячной девочки и ее бабушки, которая передала ребенка своей знакомой, будет составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. И вот о чем пойдет речь далее. Бревна будут чипировать и дальше. И власти подвели итоги пилотного проекта по маркировке древесины. Ты здоров, когда хорошо спишь. В Иркутске проходит международная конференция врачей-сомнологов. Они делают деревянный Иркутск красивее. Тритонной краски уже потратили волонтеры на проект «Фасадник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иркутский национальный исследовательский технический университет предлагает надежные специальности. Бурение нефтяных и газовых скважин, экономика в нефтегазовом деле, эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. Наше образование стоит недорого. Дорого стоит. Ваша работа. Судебная коллегия Иркутского областного суда сегодня оставила в силе решение предыдущей инстанции о признании незаконным разрешение на строительство завода по розливу воды из Байкала в поселке Култук, сообщает РИА Новости. В строительство этого завода планировалось инвестировать около полутора миллиардов рублей. Проектная мощность предприятия должна была составлять 190 миллионов литров в год. 20% продукции должны были пойти на российский рынок, 80% – на экспорт в Китай, Южную Корею и Монголию. Пилотный проект по чипированию древесины в регионе принес положительные результаты. Об этом сообщили региональные власти и правоохранительные органы, подводя итоги эксперимента. Сейчас Иркутская область готовится ко второму этапу маркировки. Подробности в сюжете Ирины Томчик. Идентификационные электронные карты стали применять в 2017 году. За это время лесозаготовители получили более миллиона штук. Чтобы их использовать, разработали специальную систему отслеживания происхождения заготавливаемой древесины – лесрегистр. И ее аналогов в России нет. Там содержатся сведения о пунктах приема, переработки и отгрузки древесины. Реализация пилотного проекта привела к значительному снижению объема незаконных рубок. В 2017 году черные лесорубы добыли более полумиллиона кубометров. В прошлом году этот показатель сократился наполовину. Помогает контролировать ситуацию и дистанционный мониторинг. Вот у нас площадь этого непрерывного мониторинга более 6 миллионов гектаров. Например, в соседнем Красноярске, ну, это регион примерно совпоставина с нами, там 731 тысяча, то есть в 9 раз меньше. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович сообщил, что совместно с Министерством лесного комплекса Иркутской области их активисты создают систему видеомониторинга перевозимого леса. Она будет работать на постах ГИБДД. И это лишь часть мер контроля незаконных рубок. Чтобы мы всех видели прозрач, начиная оттуда, где заготовлен, и с точки зрения таможни, и транспорт, вот как вы предлагаете по системе ГЛОНАСС, значит, и где переработано, значит, и, так сказать, куда везется, где отгоружается и так далее. И, конечно, это надо все связать с ФНС, с налоговой службой. Пилотный проект по маркировке древесины признан удачным. Областные власти намерены задействовать еще больше ресурсов для контроля лесной отрасли. Ирина Томчик, новости сейчас. Тонны овечьей шерсти сжигают фермеры в Иркутской области. Это экологически чистое и натуральное сырье, отличного качества, но сейчас оно не нужно никому. Ольга Игошева, журналист газеты «Копейка», побывала в командировке в Осинском районе у фермеров Хамагановых, где сейчас идет горячая пора стрижки овец. И на месте разобралась в проблеме. Если раньше в советские годы были за год конторы, куда они их сдавали, сдавали на Улан-Удэнскую предельную фабрику, то сейчас тонны шерсти просто идут на факел, как они говорят, и сжигают. Недавно шерстью заинтересовались китайцы, и они готовы приобретать их в больших объемах. Ну и получается, что экологически чистое и натуральное сырье нам не нужно. Мы готовы отдавать их нашим соседям. Прочитать эту статью можно будет уже завтра. Новый еженедельник «Копейка» выходит каждую среду и распространяется по всей Иркутской области. Они видят чужие сны. Сомнологи – редкая и очень важная профессия. В Иркутске сегодня прошла научно-практическая конференция, посвященная проблемам и нарушениям сна современного человека. Часто мы не придаем должного значения своему сну, а между тем именно качество ночного отдыха влияет на здоровье, самочувствие и жизнь. 37 остановок дыхания во сне за час. Несколько лет назад ночи для Светланы Турчениновой были мучением, а дни – испытанием на прочность. Пенсионерка обратилась в Иркутский сомнологический центр. Здесь, в лаборатории сна, целую ночь датчики в режиме реального времени передавали информацию на компьютер. Записывали энцефалограмму, мио- и кардиограмму, фиксировали движения глазных яблок, дыхание, насыщение крови кислородом. После пациенту поставили диагноз – абструктивное апноэ сна, то есть храп с остановкой дыхания. И здесь же предложили лечение, СИПАП-терапию. Это маска, которая подает человеку воздух под определенным давлением и не позволяет смыкаться верхним дыхательным путям. Я до сих пор еще работаю и целый день, в принципе, за компьютером. У меня нет уже такой сонливости, у меня уже, ну как, полноценной жизнью живу. Я никому не мешаю спать, никому не мешаю, потому что были проблемы с тем, что я там мешала спать. Иркутский сомнологический центр работает уже 14 лет. За это время через него прошли больше 5000 пациентов. Самые частые диагнозы – это бессонница и апноэ. Когда мне приходит пациент с синдромом обструктивного апноэ сна, особенно тяжелой степени, это очень тяжелые пациенты, которые даже не могут лежа спать. Они могут спать только сидя, потому что лежа они задыхаются. Ярко выраженные нарушения памяти, когнитивные, потому что человек не получает кислород в течение вообще очень многих лет, больше десятилетий. Вот этот метод лечения, конечно, сразу же, стопроцентно, с первой же ночи помогает. Но это как очки. Это тот метод, который дается пожизненно. Здесь не только помогают людям обрести здоровый сон, но и ведут уникальные исследования. Отдельно изучают сон детей, беременных женщин и женщин в климактерическом периоде. Своим опытом сегодня делятся сомнологи Иркутска, Москвы, Улан-Удэ, а также Израиля и Китая. Профессор Фанг Хан рассказывает, как в Поднебесной работает телемедицина. Благодаря технологиям обследования пациент проходит прямо дома, а данные поступают сразу в лабораторию. Так можно диагностировать и лечить нарушения сна на расстоянии. В Китае тоже остро стоит проблема с нарушением сна. 10% нашего населения страдает бессонницей. На втором месте – апноэ. Для лечения остановок дыхания во сне мы также используем СИПАП-терапию. Сегодня с директором Иркутского сомнологического центра мы договорились о совместной работе и исследованиях. Это удобно, ведь мы с вами находимся в одном часовом поясе. Сегодня нарушениями сна страдает треть населения Земли. Сомнологи из разных стран ищут новые методы профилактики и лечения патологий. Ведь отсутствие полноценного ночного отдыха может вызвать другие серьезные заболевания. Марина Беклемишева, Александр Волков. Новости сейчас. Лучшие из лучших. Выпускники Иркутского политеха заканчивают учебу и идут во взрослую жизнь. Многие из них уже точно определились с профессией. На протяжении нескольких лет студенты занимались научной и общественной деятельностью. О том, как добиться успеха, узнали Мадина Халикова и Константин Синицын. Выпускной для студентов Ирниту – волнительный и ответственный день. Несколько лет они трудились, занимались наукой, творчеством, спортом и общественной деятельностью. Расширяли свой кругозор и получали награды. Теперь учеба позади, для бывших студентов открыты двери во взрослую жизнь. Но каждый из них точно знает, с чем свяжет свою дальнейшую судьбу. Помимо учебной деятельности я в течение четырех лет занимался научной деятельностью. То есть наш университет как раз и богат именно другими направлениями, кроме учебной деятельности. Каждый студент может найти интересное ему направление и достичь очень большого успеха. Сергей Шаргородский своим примером доказал – усердным трудом и увлеченностью можно добиться больших высот. Он за время учебы в ВУЗе стал обладателем четырех стипендий. Еще одна студентка «Ирниту» Анастасия Лычкина в этом году заканчивает магистратуру. В ее планах заниматься любимым делом – продолжать экологические проекты. Мы сделали с ребятами достаточно много проектов для нашего города. Наш главный проект – это «Зеленый фитнес», который сейчас набирает обороты. Что касается науки, я получала грант на форуме «Байкал-2020». Мы представляли с ребятами, единомышленниками, проект по переработке пластиковых отходов. Ну и тема экологии меня тоже достаточно остро беспокоит. Эти студенты попали в первую десятку рейтинга топ-100 лучших выпускников ВУЗа. За свои достижения они получили ценные подарки и, самое главное, рекомендательные письма. Это реальный шанс для трудоустройства. Мы пытаемся определить лучших среди лучших. Понятно, это очень сложно. Мы сделали по-другому. Мы разбили пять направлений. У нас есть направления в спорте, есть в творчестве, в общественной деятельности. Но и самое основное – это в учебной деятельности и в научной деятельности. Внутри каждого этого направления построен маленький рейтинг. Количество человек всегда подается разное. В этом году у нас было заявлено примерно 500 человек на конкурс. Поздравил студентов с окончанием учебы и ректор Ирниту Михаил Корняков. Глава ВУЗа по видеосвязи пожелал выпускникам успехов в дальнейшем будущем. Всего в этом году учебное заведение окончили более 3000 человек. Каждый пятый из них с отличием. Мадина Халикова, Константин Синицын. Новости сейчас. 720 волонтеров. 63 дома. Больше трех тонн краски. Акция «Фасадник» готовится третий год подряд сделать деревянный Иркутск прекраснее. В течение нескольких дней волонтеры красят фасады и заборы домов. К общественному движению еще можно присоединиться. Организаторы ждут любой помощи от горожан. Также есть время, чтобы пополнить список зданий, которым необходимы добрые руки. Доходный дом на улице Карла Липнихта сменил имидж прошлой осенью. За него тогда взялись не только волонтеры, но и сами жители. Как в старые добрые времена объединились, чтобы улучшить мир вокруг. Жители сами сказали, что впервые лет за 30 они собрались, вышли и все вместе что-то делали. Для них это было очень большое такое событие. И они в принципе благодарны акции за это все. Они как следствие, и помимо фасада, если заглянуть во двор, они покрасили все остальные части дома, они сделали двор, остановились и забор. Акция «Фасадник» стартовала в 2017-м. За два года окрасили фасады и заборы больше 60 домов. Как говорят организаторы, главная цель общественной акции – прикоснуться к деревянному зодчеству Иркутска. А чтобы это наследие ценили и горожане тоже. И в этот момент, когда горожане участвуют и красят такие дома, по-моему, они как раз и становятся горожанами. Они выходят за границы своих квартир и начинают делать что-то вокруг для города общее. Например, в этом году волонтеры в том числе облагородят дом на перекрестке улиц Тимирязева и декабрьских событий. В этом году на борьбу за эстетический вид деревянных зданий областного центра выйдут 14 и 15 сентября. За два года 720 волонтеров и жители домов использовали больше трех тонн краски. Сегодня еще можно подать заявку на участие в «Фасаднике». Принять участие может любой желающий, как в качестве непосредственного исполнителя, так и в качестве партнера. Подробности можно узнать по номеру телефона на экране или на официальном сайте акции. Яна Романова, Александр Барановский. Новости сейчас. И в завершении выпуска о спорте. Иркутская самбистка Александра Канн стала сильнейшей в России. Она победила в первенстве среди подростков в Новороссийске. Это была единственная золотая медаль представителей Сибирского федерального округа. Состязания проводили среди юношей и девушек в возрасте до 14 лет. И 12-летней Александре удалось победить. Правда, став сильнейшей в России, она не попала в сборную страны. В ее возрастной группе команду еще не формируют. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи.